МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет всем! Это Солилецк. Или снежная каша, или грязь в колено. Блин, страшно выйти с машины. Здесь вот такая каша, глина. Вот. Я был, когда заезжал сюда, остановился, чуть тронулся в этой каше. На колеса липнет вообще капец. Так, ну что, досмотрелся. Все хорошо. Сейчас выехал из СВХ, подъеду к таможне, заберу доки, в магазинчик схожу. Вот. И поедем на октопе. Блин, там балдеть. Завтра выходной. Послезавтра растаможка, выгрузка. Машина тонет в лужах, блин. Потихонечку я подушечки приподнял, чтобы не поломало эти, блин, подкрылки. И, короче, будем балдеть. Обратка есть уже. Опять Кировск. Володя обещался встретиться со мной в Кировке. Он на Караганду поехал. Но ему там не хватило загрузки, короче. Он туда не попадает. Поэтому мы с ним не пересекаемся. Ну, может, где-то по дороге пересечемся. Где-то он в другом месте загрузится. Он вроде на Умск пошел. Как-то так вот. Что, идем. Сейчас подъедем. Магазик и забираем доки. И поскакали потихонечку. Никуда не торопясь. Спокойно. Балдея. Блин, соляры мало. В правом баке. И сегодня у меня уже вебаста не захотела работать. Ну, хотя, как бы, еще на этом она работала. Но вот в последнее время у меня, когда вот мало соляры, стала вебаста кашлять. Мне ее отремонтировали. Она все в дороге работала. Но сюда я приехал. Уже у меня красного подходит. И все. Сегодня она уже мне перестала работать. Я выходил, слушал насосик клацает. Холостой. Не тянет. Надо, чтобы у меня ребята посмотрели заборник. Что-то он там на вебаста именно не хочет работать нормально. Так, ну что, вот магазинчик. Вот там вот надо сходить. Затариться немножко. Пельмешек купить. Мои растаяли. Так я по дороге нигде не купил. Ходил в кафешечку, кушал. Это я вот сюда приезжал, документы подавал. Вон, как я наворотил. Разворачивался здесь. Нормально, как не застрял. Все. Ну и поедем, короче. Все, забрал долги. Едем. Уезжаем. Что-то подумал, наверное, заеду еще 100 литров лясну. Ну, пускай будет, а то неохота на самом подсосе вообще ехать. Потому что левый бак я полностью выкатал. В правом баке у меня там литров 80-100, не больше. Вот. А ехать 220 с километром, где-то 240 километров. Ну, как бы оно и с запасом, но в самый притык мне охота мне так на самом подсосе ехать. Вот. Поэтому 100 литров большой погоды мне не сыграет на вес. А запас будет и пускай будет. Так что заеду сейчас, брызну в бак. И поедем мы на границу. Главное, чтобы там колеечки не было. Ну, сегодня утром товарищ мой выезжал, говорил, машин 20, было колеечко. Ну, это как бы ерунда. Совсем. Здесь снега еще так нормально навалено. В кустах валяется. Но уже тает. Погода 6 градусов, тепла. Дождик такой моросит, пасмурно. Хочется солнышка уже. И с этим коронавирусом, не знаю, что говорят, границу с понедельника хотят закрыть. А как для грузовиков будет, не знаю. Но сейчас буду на границе спрошу. Потому что я-то туда заеду, но это еще пока как бы не закрывает. Ну, вот мне таможенники тут досмотрели, которые сказали с понедельника. Такая информация. Вроде как, но не точно еще. Ну, и посмотрим, посмотрим. Ну, там спрошу у них, ребят на границе, что они там себе думают. Выпускать они меня будут или нет? Что-то мне не хочется там остаться, в Казахстане. А то там отправят, тогда меня по Казахстану перевозить груз. Буду ездить. А мне, ой, как и не хочется там ездить. Я лучше уж назад в Кировск. По плохой дорожке, но назад. Да, если все будет хорошо, как я запланировал, то я попадаю на выходные домой. Во вторник я загружусь в Кировске. Три дня ходу, пятницу дома. Ворше машину оставляю. И домой до воскресенья можно побыть дома. И это меня радует. Так, вот на эту заправочку нам надо заскочить. Блин, машин тут здесь вставлена. Так, так, так. Подушки задираем, потому что 100% от. Оторву тут подкрылки. Проезжай, проезжай. Давай, 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 дядька. Так, пропустим. Надо всех пропустить, потому что нам тут потихонечку как-то надо рвануть. Все, поехали потихонечку. Ямы, конечно, офигеть. Так, я думаю, может даже еще повыше подушечки поднять. Беда одна. Подушки задерешь, бампером сейчас дорогу будем ровнять. А бампер новый поставили. Ну, вроде нормально. Так, так, так. Вот колоночка нам сюда надо заехать. Все, все хорошо, отлично. Прям колоночка сюда вот так вот. Все, смотрим, нормально? Нормально пойдет. Все, идем заправляться. 100 литров ля с ним. Все, какое грязное. От этой грязищи. Все заказал, 100 литров. А, тут же надо, вот, пуск нажать. Все, пошла вода горячая. Сколько грязи на колесах, блядь. Жесть. Все, солярочка льется у нас там. Льется, льется. А, блин, забрызгало все. Так, ну еще, обход пока сделаем. Я это сделал, обход. Реф тоже уже почти пустой. Чтоб меньше давило все на ведущую. Все, блин, впритык. Ё-моё, блин. Все, кломбочка висит. Ну, хорошо. Сзади все чисто. О, едет заправляться. Все, выезжаем с границы. Короче, очень-очень долго я здесь провел времени. Так, сейчас надо заднюю вось приспустить. Чтоб не пробило мне. А теперь выровнять. Так, коронавирус злодействует. Пропуск очень ужесточили. Так, главное, чтобы у нас сейчас не загорелось, что есть перегруз. На этом табло. Вот. А так, короче, с коронавирусом этим здесь все жестко. Ну, давай, показывай. Что это там? О, перегруза нет. Все отлично. Меряю температуру на въезде. Сказали, кто что говорит. Кто говорит, что с понедельника закроют границу и не будут пускать грузы из ЕС вообще. А кто говорит, что будут пускать. Но там, короче, на стоянке стояли машины. Очень дофига развернули машин. Там кто с Голландии, с Бельгии. Оттуда вот. С Франции. Вот. Джентики везут. Такая вот фигня. Так, мне надо деньги поменять. Тут вот валютчики. Я вот сейчас, наверное, тут вот так вот прижмусь. Потому что там вот вижу менты стоят. Надо поменять денежку. Поменяем денежку и поедем дальше. Короче, ну их нафиг этих валютчиков. Курс доллара поднялся. Вот. В банке за 100 долларов 40-500 тысяч. А они 38 мне заряжают. Я говорю, все, ладно, спасибо. Там их целая куча стоит. Я говорю, кто даст 40? Они все. Я там давай торговаться. 38-500, 39-39-500. Я говорю, нет, до свидания. Все. Ну, не хотят, как хотят. Ладно. Еду все равно в октябинозатор. Делать нечего. Там поменяю. Вот. Если что. А может, я вообще не буду менять. У меня там пару тысяч есть. Как бы, ну и фиг с ним. Вот. Короче, с коронавирусом этим непонятно. Тут все, короче, кипиш. Такое, что... Вон, колья какая стоит. Ну, маленький, в принципе, хвост. Ерунда. За пару часов ребята пройдут. Не больше, чем сюда, в сторону Казахстана. Долго меня мурыжили на паспорт нам. Рыба с Норвегии. Они, типа, ездил туда. Я говорю, нет, вот же, ну, ЦМР давай. Там все. Показывал, что я грузился в Литве, в Клайпиде. Я не ездил в Норвегию. Хотя, вроде бы, страна, как бы, там, Норвегия, ну, нету такого, что там вирус гуляет. Все равно у них возникли подозрения. Ну, вроде нормально, все, потом Норвегия, Норвегия, ну, ладно, нормально. Все, давай, езжай. Я поехал, вот. Пропустили меня, потом ветеринары, еще раньше не надо было оформлять, сейчас уже надо. Уже сточили все, жесткий контроль. Уже ветеринар здесь сидит, отметил мне документы. Степло у меня грязное, ага. Мне так надо нормально, вроде бы, на камеру плохо, сейчас помоем. Уже сточили контроль и ждал я еще очень долго. Ветеринар пока отметит мои документы. Отметил, все, выехал. Поедем. Заехать в Актюбинске надо заправиться. И побольше заправиться. С запасом и в РЭФ капнуть надо, и в машину. Потому что будем стоять двое суток, отдыхать, обалдеть. Платон пищит, выключил. Пугается. Так, что у нас тут транспортники скажут? А, машет, останавливает. Ну, сейчас побеседуем с товарищами транспортниками, казакишками. Что он нам скажет? Здравствуйте. С Мэр Мольдова? Круз, Литвы. Литвы? Да. А? В Алмату? Нет, в Актюбинске 20 тонн. Что это делать? Рыба. Рыба? Да. Ну, вот так вот побеседовали, и хватит. Нафиг ему маяц, Мэр Ка. Все равно в ней не разбирается. Ничего он там хорошего не увидит нового. Как-то так вот. А там уже, смотри, кого-то гонят на весы, загнали. Хотя ночь не имеет права, вот разводил их. В Казахстане в темное время суток запрещено взвешивать. Они не имеют права, сколько я знаю. Раньше, может, сейчас что-то поменялось. Ну, как-то так вот. Все, ладно, едем мы на таможню. Как на таможню, на выгрузку. Выгрузка там у них и таможня, все на месте. Они таможенный перевозчик, там или логистика, логистика. Логистический центр, Рокос. Сколько нам до... Ну, 120 километров до места. Там заедем в Актюбинске, заправимся. С глядочкой подлить надо. Потому что здесь я специально на пустых баках, чтобы весы... Вот, если бы там у меня загорелся перегруз, меня бы здесь сразу приняли и было бы атотай. Ладно, все, поехали. Пару часиков и будем на месте. Что вчера выгрузили нас? Правда, с криками, скандалами. Вчера растаможили. Сегодня, кстати, уже вторник. Уже время после обеда, а меня еще не выпускают. Не выпускают, потому что они все взвешивают. Я с этим вообще категорически не согласен, потому что груз я принимал по количеству, а они принимают по весу. Сейчас ходил, после обеда к ним узнавал. Мне сказали, что в десяти коробках недовес. Менеджеру своему я позвонил. Спросил вообще, кому это, что это будет за этот недовес. Я-то приехал под пломбой, все хорошо. На загрузке то, что я увидел, я выявил. Менеджер сказала, будем разбираться сейчас. Тут пан рядом со мной стоит. Машина, вот нафиг. Он привез с Польши. У него тоже, у него вообще пять коробок не хватает. Короче, фигня какая-то получается. Ладно, подождем, посмотрим, что они там скажут. Сказали, примерно через час придут, позовут меня. И будем разбираться вообще, что за фигня это получается, на кого это будет вешаться. Меня такие загрузочки не устраивают. Бесплатно возить эти грузы. Что-то мне не хочется, не прикольно. Вот туда, на этот склад я выгружался. Вот, ясно. Подождем, ребята, посмотрим. Все, выпустили меня, наконец-то. Короче, по количеству мест сошлось. Все, коробочка в коробочку. Но по весу очень большая разбежка. И это, чтобы им высчитать, это еще завтра они будут считать, сколько там не хватает веса. Чтобы меня не задерживать, они меня отпустили. Как бы, к нам, как бы, претензий нету. Все, они будут это все предъявлять грузоотправителю. Там, выяснять, кто это украл эту рыбу. Вот. Ну, специально там уже они грузили. Разбежка по-разному. То есть, разные виды, блин. Должно быть каждый вид на отдельном палете. А они все виды натурсовали в один палет. Ну, она говорит, это сразу ясно, что они уже мутки мутили. Схемы. Ну, ладно. Поэтому, как бы, меня отпустили. Но сутки я простоял просто так вот. Обидно. Сутки потерял. То есть, я мог бы загрузиться уже льном. Там, кстати, Владимир тоже сегодня загрузился там льном. Я бы... Ну, если бы не эта фигня, я бы уже с ним вместе загрузился бы и выехал. Только что он мне писал, что вот выехал он. Вот. Ну, ладно, что поделаешь. Такая вот работа у нас ерундовая. Я им говорю, вы... Если у вас не первый раз такая фигня, так вы просите, чтобы организовали в Клайпиде отгрузку вам именно по весу. Потому что вы здесь принимаете по весу. Всем на все пофигу. Сами себе проблемы создают. Отгружали бы, вот взвешивали каждый палет при мне. Допустим, все под роспись. Каждый палет взвесили. Проходи, проходи, дядечка. Все, давай. Давай, давай, салам пополам. Этот... Отгружали бы каждый палет. Взвешивали и грузили бы сразу же мне. Все. И записывали бы. Все. И здесь принимали бы. Если во время транспортировки все палеты вес сошелся с отправить. Все. Никаких проблем бы не было. Они бы уже сами там разбирались бы, почему там то, что они там заказали в коробках, в палетах там не сходится. Но нет же, не хотят, потому что Клайпида так отправлять не хочет. Потому что знают про эту фигню, что недостача. Вот и все. Короче, замкнутый круг. Все друг друга знают, что такая ситуация. И делают, короче, херню какую-то. А страдаем мы водители простые. Вот из-за этого, что я тут постоял, я планировал загрузиться и заехать домой. Как раз на выходные попадал. А так, наверное, не получится. Печалька. Сутки потерял. Ладно, ребят. Все, едем на Лен, в Кировск. Все по старой схеме. Во Ксюбинске дороги вместе со снегом сошли. Все, погнали. Пока-пока.